Всю ночь на месте крушения военного вертолёта в Жалагашском районе работала наша съёмочная группа и продолжает сейчас. На прямую связь выходит наш собственный корреспондент в Казалардинской области Алибек Бышуленов. Алибек, какие новости есть уже к этому часу? Здравствуйте, Вера. Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Республики Казахстан разбился примерно в 7-8 километрах от Аула. Бухарбай-Батыра, Жалагашского района Казалардинской области, прямо на берегу Росительного канала Ширкейля. Одна из версий крушения – это плохие метеоусловия. Последние два дня в регионе идут обильные дожди. Дождь практически прекратился к утру сегодня ночью, а сейчас вышло солнце. Но наблюдается очень сильный порывистый ветер. Наша съёмочная бригада приехала за темно. Здесь район падения вертолёта был отцеплен и полицейскими, и военными. В запретную зону никого не допускают, в том числе и журналистов. Вертолёт Ми-8 совершал перелёт по маршруту Актау-Шимкент. Он был в составе звена из четырёх боевых вертолётов Министерства обороны. Что ещё могу я сказать? По официальной информации Министерства обороны Республики Казахстан, обломки разбившего вертолёта после падения были охвачены пламенем. К сожалению, есть жертвы. Также на месте происшествия уже работает специально созданная комиссия Министерства обороны. Также Министерством обороны Республики Казахстан совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан уже началось расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий, о чём расскажем в последующих выпусках новостей. Вера. Олибек, спасибо вам за информацию. Олибек Байшуленов о крушении вертолёта в Казахстанской области.